Белокрылые Назвать тебя любимым Так хочется, но видишь, не могу Золотистый лист кленовый На ладоню полмаю На закате раскалённом У ненастья на краю Осень же тухие листья Горит дым её костром И уносит ветер быстрый И уносит ветер быстрый Боль моих прощальных слов А мы с тобою не переболели Той болью разорвавшейся в груди А впереди январские метели И снежные пыраны впереди Ну а чего обоим непонятно Душа опять сжимается в комок Давай отложим разговор на завтра Давай отложим разговор на завтра Давай растопим сердце холодок Золотистый лист кленовый На ладоню полмаю На закате раскалённом У ненастья на краю Осень же тухие листья Горит дым её костром И уносит ветер быстрый И уносит ветер быстрый Боль моих прощальных слов Золотистый лист кленовый На ладоню полмаю На закате раскалённом У ненастья на краю На краю Осень же тухие листья Горит дым её костром И уносит ветер быстрый И уносит ветер быстрый Боль моих прощальных слов А мы с тобою не договорили А мы с тобою не договорили Доброе утро, Новосибирск Сегодня просыпаемся под песней Талантливой поэтессы Певицы назову И так хоть она этого и не любит Член Союза писателей России Автора песен Нины Орловой Друзья, меня зовут Евгений Чурилин Моя коллега-соведущая Алена Чурилина И у нас в гостях Собственной персоной Нина Орлова Доброе утро Доброе оранжевое утро, дорогие телезрители Нина Орлова Автор и исполнитель своих песен Стихи пишет с детства Но серьезно Творчеством Нина начала заниматься Когда выросли собственные дети Сейчас активно гастролирует с концертами Сотрудничает с музыкантами из разных городов И пишет песни для других исполнителей Свободное время с удовольствием проводит С детьми и внуками Артисты любят аплодисменты Давайте, да, мы вам поаплодируем Спасибо большое Спасибо за прекрасную песню Великолепно Действительно, нотки, струны души И как все это вместе Вот, ну, приятно Черт возьми, приятно Да, про песню Как называется Когда написано Что за песня Это песня называется А мы с тобой не договорили Собственно, я, наверное, пришла Чтобы что-то договорить Что-то договорить, да Да, а написали мы ее в 2016 году С Татьяной Красовской Танечка написала музыку на мои стихи Родилась эта песня Которая, ну, я думаю Вот такое утреннее настроение Легкое Все-таки у нас последний день осени Ноябрь Ну да Еще имеем право петь осенние песни И мне вот захотелось Именно с нее начать сегодняшний эфир Поприветствовать телезрителей этой песней И, ну, напомнить о нашем соавторстве с Таней Вообще, если говорить о Татьяне Красовской Ну, не живущей где-то далеко И о вашем совместном творчестве И здесь передо мной лежит диск Татьяны Красовской Давайте поговорим немножечко о совместном творчестве Как вы познакомились, как вы нашли друг друга И как начали появляться ваши совместные песни Да, познакомились мы на музыкальной тусовке Поэтому коллегам по цеху рекомендую туда Все-таки ходить иногда Заглядывать, да, к друг другу На творческие вечера, на концерты Это иногда дает очень такие результаты хорошие Таня была на сцене И пела стихи, песни на стихи Александра Белова Я заслушалась ее голосом Я просто прониклась сразу с первых ноток И так смотрю на нее и думаю, вот бы тебе женских стихов Потом вышла я, тоже читала стихи, пела песни И после этого Татьяна ко мне подошла Мы познакомились Я подарила ей свой сборник стихов И буквально через день или два Она мне присылает набросок на песню «Говорил романс» Он тоже есть в этом диске Я знаю Да, и это вот был наш первый такой стартовая песня Которая положила начало всему остальному Пятьдесят песен мы успели написать За время нашей дружбы и сотрудничества Плотная работа Да, да И вот что я хочу сказать об этом диске Татьяна, она увидела в моих стихах романсовую тему Она мне сказала У тебя очень романсовые стихи А вы сами эту тему до замечания такого Были другие тоже соавторы Вот Леяна Паршина, она тоже романсы на мои стихи пишет Но я как-то не придавала этому значению А вот Таня, именно и это ее идея Выпустить вот такой диск с романсами на мои стихи Она это успела сделать при жизни Мы провели совместный концерт в 19-м году в ноябре И в этом году я считаю, что я сделала очень для себя такое хорошее дело, доброе Я выпустила еще небольшим тиражом эти диски И на своих концертах я их продаю Потому что я хочу, чтобы ее голос и наши песни звучали Здорово, здорово Это очень приятно на самом деле Когда имеет продолжение, хотя человека уже нет Но все-таки музыка продолжает дарить зрителям и всем слушателям Какие-то нотки любви, эмоции, да, вот эти вот в романцах Да, на столе также лежит еще один альбом Он уже летит И он летит, это самолетящий альбом Он называется «Лети ко мне», расскажите о нем Что это за альбом? Ну, я не буду о нем долго говорить Это песни под гитару, которые я так собрала в один альбом Объединила этой темой летящей Тоже, кто желает, может приобрести через мои странички Вконтакте или на концертах Ну, то есть это все достаточно доступно Да, 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 конечно Вот, наверное, задам все-таки такой вопрос Понятно дело, что как раз обмолвились о том, что женские вы стихи И все бы заиграло немножко по-другому Так вот, все-таки действительно Я наблюдаю то, что творчество, да, все стихи Они так или иначе про любовь Да И о любви Да Был ли какой-нибудь интересный опыт написать, например, стихотворение о, не знаю, о городе А, может быть, не знаю, о березе, условно говоря, да Я сейчас буду утрировать, конечно, но все же Вот какие-то такие вы И есть такие стихи? Конечно, есть Но они тоже про любовь Но они тоже про любовь Тоже про любовь Только теперь уже к любовь другой К любовь, о любви к родине К городу Патриотично получается Нет, нет, не патриотично Лирично Лирично Все равно лирично Вы поэтесса, автор Союза писателей России Прочтите нам Стихотворение Да, стихотворение Да Давно все сказано за нас Но пишутся стихи и пишутся Как пахнет горечью трава, а губы вишнями Как сыплет пьяный звездопад В ладони пестрые соцветия И греет душу чей-то взгляд Через столетия И снова хочется любить Весь мир до дурости И белому плаком парить И делать глупости И знать, что вырастут цветы Весной, где поле белое Что не осудишь меня ты Такую смелую И купол неба голубой Венчальный вздрогнет музыкой Не разменемся мы с судьбой На тропке узенькой Браво Великолепно Я начал даже как-то поддаваться фантазии Представлять все это в картинках Удивительно Друзья, сейчас посмотрим новости Которые приготовили для нас Информационная служба телеканала ЭНСК-49 После которых вернемся в студию Обязательно послушаем еще какую-нибудь песню Ну и продолжим нашу беседу Разве мы могли Знать с собой о том Что ворвется в жизнь Этот сладкий сон И осенний сплин Станет для двоих Музыкой весны Музыкой любви Музыкой любви Первая любовь Последняя любовь Сказка наяву Встретились мы вновь Первая любовь И в руках цветы Первая любовь Девичьи мечты Тает самолет В белых облаках Ты летишь ко мне Даже без звонка Сможем ли опять Сказку повторить В жизнь свою вернуть Музыку любви Музыку любви Первая любовь Последняя любовь Сказка наяву Встретились мы вновь Первая любовь И в руках цветы Первая любовь Девичьи мечты Девичьи мечты Первая любовь Последняя любовь Сказка наяву Встретились мы вновь Первая любовь И в руках цветы Первая любовь Девичьи мечты Девичьи мечты Первая любовь Первая любовь, последняя любовь Сказка наяву, встретились мы вновь Первая любовь, и в руках цветы Первая любовь, девичьи мечты Первая любовь, девичьи мечты Первая любовь, девичьи мечты Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился Это «Оранжевое утро» и у нас сегодня в гостях Нина Орлова, поэтесса, автор песен, певица, член Союза писателей России Мы продолжаем разговаривать у вас о вашем творчестве И в первую очередь я задам вопрос о песне, которая только что звучала Первая любовь Первая любовь Это ваша, это про что? Это прям про первую любовь? Это прям про первую и про последнюю Вот понимаете, такие чудеса иногда бывают в жизни Когда первая любовь оказывается и последней Ну редко, согласна Ну да, редко бывает Вот, ну бывает Я столкнулась с таким случаем и это меня вдохновило Год назад я написала эту песню Год назад? Можно сказать, что композиция очень-очень-очень свежая Свежая, да Хорошо Вообще о вашей творческой жизни, о вашей творческой деятельности в целом Да, рассказывай Чем живет Нина Орлова? Творчеством Только творчеством То есть, например, представим самое обычное утро Вы просыпаетесь и что в этот момент происходит? Вы сразу берете ручку, сразу пишете стихи? Я подхожу к зеркалу, я улыбаюсь себе Я улыбаюсь этому утру Оранжевое оно или не оранжевое Ну, я его приветствую И, ну а дальше вот все по графику И что в этом графике? Концерты, альбомы, песни? Чем вы сейчас занимаетесь? Да, вот как бы ничего такого особенного не происходит Ну, все в таком обычном уже режиме, можно сказать Ну, если оглянуться несколько месяцев назад Что бы такое произошло значимо В сентябре месяце я ездила, принимала участие в наше телешоу Капитал-шоу «Поле чудес» Ну, здорово, да Меня все спрашивают, что выиграла Я говорю, да, господи, я не за этим А, автомобиль? Да, я была в шаге, в шаге от автомобиля Вот, ну и я ехала туда не за этим Я прочитала стихи, я спела песню Ну, это увидела вся страна Да, это всегда приятно Как вы попали на это шоу? Все очень просто, никаких связей, никаких денег Я просто написала им на сайт Заявила о себе, что я вот такая творческая единица И хочу не просто поучаствовать, но и поделиться своим творчеством Мне ответили через две недели А, ну, то есть, да, пожалуйста, приезжайте Да Мы вас ждем Да, 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 да Об опыте съема Я думал, так не работать Все-таки это уже центральный канал Это легендарное шоу Это легендарный ведущий Как это было? А все было очень легко, вот так же, как с вами Я когда вообще летела, меня знакомый один спросил Ты там посмотри, какой Якубович, как он, как человек А вот ты настоящий Да, да, а вот он пришел к нам в гримерку перед эфиром Он действительно очень хороший человек Очень с ним легко общаться И когда я прочитала стихи о детях Я стихотворения читала о своих, да Поскольку вы знаете, да, я мама У меня два сына, две дочери И у меня стихотворение об этом есть Он очень проникся ко мне Он подошел, меня поцеловал Ну, то есть я сразу почувствовала такое от него уважение, что ли Очень приятный человек, да, получается? Да, да, приятный человек Команда профессионалов, легко Никакого там зазнайства Никаких там, ну, как говорят, понтов Ну, понятно Все легко, все хорошо Мне очень понравилось А потом я вот недавно ездила в Питер Там тоже принимала участие на телеканале Теледом Вот как раз-таки ко дню матери меня туда пригласили Я там пела песню «Дочь» И на день объятий в декабре еще вот будут, тоже два будет эфира Ну, и был у меня день рождения Был большой концерт Большой концерт На поле чудес с целью презентовать свое творчество Конечно Показать ему Вот смотрите Ваше творчество увидели с центрального канала Потом вы Дальше что? Ну, есть какие-то предложения? Заинтересовались ли ваши творчества? Ну, круги по воде, они же идут так постепенно Не сразу камешек кидаешь, да И они так вот все дальше, дальше, дальше Ну, первое, что я заметила Вот больше стало подписчиков Ко мне в друзья люди стали проситься чаще Это я заметила А на таком вот, на невидимом плане, на тонком Такое ощущение, что как-то легче все пошло Вот, ну, вот, в творчестве Ну, я понимаю, да То есть, если вот где-то раньше приходилось долбиться, стучаться Вот, благо, у меня есть директор Тамара Которая, мой концертный директор Которая помогает мне в этих вопросах Вот именно организационных Потому что мы натуры утонченные Да и что уж там греха таить Эмоциональные Всю информацию в одной голове сложно выдержать Тем более, когда ее такое Да, да, да Ну, и вот заниматься Надо передать текст песен Да, я всегда об этом думаю, да Мне вот на поле чудес опять же вернемся Говорят, ну, как же ты там Вот шаги были Да я же думала, чтобы не забыть слова Да чтобы я красиво выглядела Я же не думала о буквах Поэтому она мимо меня и прошла Поэтому, конечно, для творческого человека Главное творчество Да Опять же, возвращаясь к творческой деятельности Впереди концерт у вас совместный с Иваном Новицким Да, это мой, один из моих соавторов Иван пишет музыку на моих стихи И исполняет мои песни И 17 декабря уже известна дата В ДК «Крылья Сибири» Будет большой концерт В очень скором времени будет афиша На моих страничках, на страницах Ивана Поэтому я приглашаю, не пропустите это действие Потому что такие концерты пропускать нельзя Вот здесь сразу же ревностное отношение автора К тому, как исполняется его материал Как у вас вот с этим обстоят дела? То есть действительно ли... Вы же все равно, вы пишете Да У вас есть какое-то представление Вы это определенным образом видите Подача-то все равно в конце концов разная Вы понимаете, когда пишет... Я просто это вот вижу, да? Когда пишешь стихотворение Ты вот как-то... Слышишь, как ее лепс исполняет Это один разговор А вот когда, например, передаешь ее, да, соответственно Я понимаю, что вы давно знаете друг друга Доверяете друг другу И поэтому он исполняет ваши песни Всегда ли Иван... Все ли он правильно делает? Всегда ли Иван угадывает ваши ощущения? Да Вот как... Не знаю, может быть, вас это удивит Или угадывает И потом он такой уникальный исполнитель Мне многие говорят Ну вот он же картавит Вот я даже помню, когда он на Ордынку Да, да, да Ему делали замечания Вот у вас вот этот дефект А я всем отвечаю Он говорит, ну Джудо Сен тоже картавил Я это воспринимаю как уникальность Мне, наоборот, очень нравится Единственное, что мы, когда песни с ним готовим Делаем, где много р-р-р Мы стараемся эти слова заменять Ну, понятно, да Ну, если это заменяется Вот, чтобы сильно много этого... Не подчеркивать, скажем так Да, что не подчеркивать Но опять же, изюминка же все равно она должна Есть, конечно, конечно. Она должна быть вкусная, одна изюминка, а не целое ведро изюма. Да, да. А творческих планов? Ну, творческие планы – творить, писать. А сборники вы что-то там? Вспользь, обмолвились. Да, у меня выпущено, вы знаете, я уже приходила к вам с этим своим товаром. У меня выпущено три сборника стихов на сегодняшний день. И в процессе подготовки четвертый. То есть текст уже вымерен, да, остается только... Да, я долго тоже так как-то к нему почему-то подхожу. Уже у меня давно те ребята за рукав знакомые, ну, когда-когда. Но уже я сверстала, уже даже отдала в редакцию, чтобы отредактировали текст. И название уже придумала. Поэтому я думаю, в ближайшем времени этот сборник уже выйдет, ну, свет. И если, конечно, вот используя этот повод, возможность, да, нашу встречу, если найдутся спонсоры, меценаты, инвесторы, вернее, да, в этот проект, то это будет гораздо быстрее произойдет. Конечно. Вот, поэтому я обращаюсь, да, кто любит поэзию, кто неравнодушен к этому, у кого есть такая возможность поддержать меня в этом проекте, я очень буду признательна. С легкой руки с завтрашнего дня начнется. Денежный поток. Нина, у меня к вам такой вопрос. У вас двое детей, у вас... Четверо детей. Четверо, прошу прощения, да, недосчиталось. Да, да, да. У вас внуки уже есть. Тоже четверо. Вы богатая такая мама и бабушка. А как вот вся ваша большая семья относится к вашей такой активной деятельности? Ну, относятся. Ну, то есть они поддерживают себя. Поддерживают, не поддерживают. Может быть, немножечко надо это как-то... С внуками посидеть. Типа утихомирить, да, и посидеть с внуками. Ну, они понимают, что я сижу с внуками тогда, когда я могу и хочу. То есть и внуки ко мне также приходят тогда, когда они хотят. То есть у нас нет никаких таких обязательств жестких, да. И, конечно, я стараюсь им помогать по мере возможности, а они меня поддерживают по мере возможности. Самое главное для творческого человека, когда за спиной есть надежный тыл и самый верный зритель, и те, кто всегда вдохновляет. Конечно. Да, это очень здорово. Ну, и опять же, обязательно нужно сходить на концерт, познакомиться с творчеством поближе, если, конечно, кто-то не знаком. Друзья, не теряйте времени и начинайте знакомиться уже сегодня. Я еще раз представлю, у нас сегодня в гостях Нина Орлова, поэтесса, автор песен, певица и член Союза писателей России. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо. Я желаю всем доброго утра.